И всем привет ребят, с вами MrBank, если я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, сегодня у нас четверг, время уже 5 вечера, это значит, что у нас сегодня появились новые интересные анонсы в нашей замечательной игре, ну а если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливаете То есть мой личный так, так, темпе, дальше оформляете покупочку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании Что же касаемо новостей, что же сегодня у нас появилось в игре, если вчера у нас вышла новость по поводу майских праздников, то сегодня у нас появился список обновлений, ну и пост с битвой ютуберов, о которой я уже говорил вчера Здесь написаны даты проведения, написаны все участники, ну и написано то, что можно будет на специальной странице даже отслеживать рейтинг участников Битва ютуберов продлится лишь сутки, приз победителю 10 тысяч танкоинов, ваша задача набить как можно больше звания с нуля И кто из ютуберов это сделает, тот получит дополнительно приз в виде десяточки тысяч танкоинов Поэтому у всех ютуберов в этом списке есть возможность в этом всем дело поучаствовать В принципе, в отдельном видосе я уже все это дело высказывал, в описании ссылочку на него оставлю, если интересно, сможете посмотреть, узнать Единственное, мне, конечно, очень обидно и грустно, что не сделали ютуберские краски Ведь можно было сделать под это все дело даже по 100 танкоинов каждого ютубера по краске Плюс, если вы, например, приобрели краску ютубера, который выиграл, то получили бы там, например, взамен 200 танкоинов То есть потратили сотку, 200, например, получили Я думаю, что это можно было сделать, и это было совершенно несложно Но, к сожалению, такой вещи у нас никто, к сожалению, не сделал Надеюсь, что это только лишь разогревочная часть И уже совсем скоро, после вот этой вот мини-битвочки ютуберов Будет у нас что-то более масштабное, со звездами и интересное Быть может, даже ко дню рождения танков Ну и список обновлений довольно-таки интересный появляется у нас Не сказать, что здесь много информации, но все же информация имеется Появляется новый гаусс на оглушение в ультраконтейнерах Перезарядка жиги и фреза меняется на меньших званиях На полных прокачках ничего с ней не происходит Смока меняется в своей механике Ускоряется перезарядка, при этом критический урон становится чуточку меньше И шанс критического урона становится меньше И коэффициент скорострельности под овердрайвом викинга становится хуже При этом автопушка у нас тоже здесь апается Я так понимаю, да, стандартный урон только становится меньше Шанс крита становится больше Быть может, станет интереснее смотреться Но в принципе, наверное, такие изменения особо сильно не помогут смаке в целом Хотя, можно будет протестировать и посмотреть Если это, конечно же, вам было бы интересно увидеть Дальше, пушка вулкан Устройство регулятор скорости стрельбы Это то устройство, которое до этого дня абсолютно является неактуальным Да, стандартный урон повышается на 50% Шанс крита повышается Время раскрутки и остановки стволов Минус 90% Похоже на то, что Время перезарядки только у нас становится дольше Да, но похоже на то, что как будто устройство может быть актуально Да, то есть можно будет протестировать и это устройство на вулкан И устройство на смоку Посмотреть, как это все дело будет работать Ну и что касаемо дронов То теперь у нас звание доступности увеличили до воронто офицера первого Механика Чуть-чуть сделали лучше Но все равно я считаю, что это до сих пор дрон неактуальный в нашей игре Потому что потребление припасов Хоть у него и сделали две Ремкомплектины Но полезности этот дрон Вносит в нашем матчмейкинге крайне-крайне мало Устройство уже увеличивают А нет, наоборот, уменьшают доступность А вот наоборот защитные модули Теперь начали уже расти И я думаю, что с каждым обновлением Возможность получения модулей с меньших званий будет сокращена И придет к тому, что как раз таки модуля появится с маршалу Начали это делать постепенно То есть сейчас это первый сержант Был первый сержант до сегодняшнего дня Завтра это уже будет воронто офицер 3 Через пару недель, я думаю, что там с воронто офицера 3 Уже перелетит на лейтенантов С лейтенантов на майоров С майоров там на бригадиров И так это дело постепенно дойдет как раз таки до маршала Ну и написано о том, что у нас исправлены определенные ошибочки В нашей замечательной игре В целом, не так много сегодня информации у нас появилось Но мы ждем чего-то более масштабного И чего-то более жесткого Пишите, что вы думаете по поводу этих замечательных устройств Пишите, что вы думаете по поводу битвички ютуберов Если вдруг еще не высказывали свою точку зрения И не знали о новой информации Ну и какое устройство в первую очередь вы бы хотели увидеть, чтобы я протестировал Устройство на смоку Либо устройство на вулкан Я думаю, что одно, что второе в ближайшее время появится Вопрос лишь только времени и последовательности Когда мы все это делаем вместе с вами протестируем Вот такой вот коротенький видеоролик у нас получился Если вам понравился, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком Не забывайте подписываться на этот замечательный канал Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики Ну а с вами был Мистер Ванька Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока